На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Оба представителя нашего региона свои четвертьфинальные серии начнут на выезде. Гомель, завершивший регулярку на пятой строке, сразится с четвертой командой чемпионата Динамо Молодечно. Стартует серия до четырех побед двумя матчами на льду Зубров. Жлобинский Металлург оспорит место в полуфинале в противостоянии с Шахтером. Столивары также начнут четвертьфинал на выезде. В других парах юность сыграет с молодежкой, а в Гродненском дерби сойдутся Неман и Лида. Первые матчи четвертьфинальных серий пройдут 6 и 7 марта. В высшей лиге хоккейного чемпионата Беларуси уже время полуфиналов. Гомель-2 начал свою полуфинальную серию против Гродненского Немана-2 с двух домашних поражений. В первом поединке Рыси уступили сопернику 2-3. На следующий день снова были биты. На этот раз со счетом 3-5. На льду Гродненской команды соперники сыграют 7 и 8 марта. Во втором полуфинале, где сошлись юниоры молодежка Ю-17, пока паритет 1-1. Футбольный клуб Гомель продолжил серию спаррингов на турецком сборе. Зелено-белые встречались с казахстанской командой Кызылжар. Соперникам так и не удалось открыть счет в матче. Ближе всего к забитому голу была казахстанская дружина. Однако голкипер Гомель Олег Ковалев смог отбить назначенный в его ворота пенальти. Следующий соперник команды Алексея Меркулова – финский Лахте. Матч пройдет 8 марта. Сильнейших боксеров из 8 стран соберет в Гомеле 23-й открытый областной турнир по боксу на призы мастера спорта международного класса Алексея Юкова. За награды будут бороться спортсмены 2001-2002 годов рождения. Турнир включен в календарь Европейской конфедерации бокса. Участие в нем примут боксеры из Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, России, Литвы, Украины и Беларуси. Многие команды приедут в сильнейших составах. Гомельская область выставит отдельную дружину. Для белорусских боксеров турнир на призы Юкова это этап отбора для участия в молодежных чемпионатах Европы и мира. Предварительные поединки начнутся завтра. Полуфиналы будут проходить 8 марта с полудня. Финальные бои стартуют 9 марта в 11.00. Место проведения – зал бокса областного центра Олимпийского резерва «Единоборс». Отметим, что победителей турнира будут награждать специальными призами, изготовленными лично Алексеем Юковым. Гомель принял турнир Кубок Полесья по киокушинкан-каратэм за звание лучшего боролись бойцы из Беларуси, России и Украины в возрасте от 8 до 45 лет. Первыми в своих возрастных и весовых категориях стали гомельчане Дарья Марковская и Екатерина Савицкая. Среди девушек и Артем Степаненко, Валерий Атаманчук и Денис Дедалев среди юношей. Также Эдуард Слободчик завоевал серебро в категории ветераны. Всего в копилке гомельчан 23 медали. В целом можно характеризовать как хорошее выступление. Может быть не отличное, были провалы у нас на этом турнире. Но в целом, если победить в бальной шкале, это четверка крепкая. Будем стремиться и работать. Я думаю, что мы долго отлаживали эту систему. У нас ряд воспитанников и в прошлом году победитель первенства мира было, а в этом призеров. Поэтому будем работать и стремиться, чтобы улучшать свою базу и тренировочный процесс. Ближайший старт для наших спортсменов – это чемпионат Европы. Он пройдет в Литве уже в мае. Известно, что путевки на эти соревнования завоевали Денис Дедалев и Александр Вегера. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.